Тот-тот, я знаю этого парня, три из трех выдает. Черт! Черт, вы вагосы! На каком проекте вы играете? Эй, спокойно, чувак, спокойно, чувак, Аризонт Редрок! Аризонт Редрок, какой промокод ты вел? Промокод фиг, фиг! Что ж, и сколько бабло ты получил на старте? Нет, чел, я еще ничего не получил, только зарегался, только зарегался! А, сори, я думал, Жирнов тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз умирался. Самое время прогонить его на самый крутой сервер. Ха, ну что ж. Добро пожаловать в Аризонт Редрок! А здесь находится ваш промокод на 200 тысяч! Ведем его на шестом левле и разбогатеем! Ха-ха! Всем привет! И в сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим интересные, на мой взгляд, скриншоты GTA San Andreas, которые выкладывали разработчики до ее релиза на PlayStation 2 в 2004 году. Хочу предупредить сразу, скриншоты не лучшего качества, но это мне не мешает показать вам нечто интересное, ведь многое, что мы увидим на скриншотах, большая часть контента была полностью удалена из игры. А видео было создано при поддержке компании 1xbet, где множество спортивных дисциплин, в том числе и киберспорт. Быстрая работа сотрудников, мгновенные выплаты, где вы всегда сможете найти море интересной информации о любом виде спорта. Проходите, регистрируйтесь, ссылочку можно найти в закрепленном комментарии под видео. На первом скриншоте мы видим банду Грув, здесь и Смоук, Свит, сам Карл Джонсон и... Да, многие могли подумать, что это райдер, и здесь я с вами спорить не буду, а лишь выдвину свою теорию о том, что это вполне мог быть и Большой Медведь, один из бывших участников банды Грув. Очевидно, что это отсылка на миссию Дравбай, где братки из Грув направляются обстрелять банду баласов. Вполне вероятно, что сеттинг миссии был изменен после релиза игры. К сожалению, мы не знаем, что и как должно было быть на самом деле. А вот вам пруф того, что райдер и не менял свою модельку. Учитывая, что есть явный скриншот из этой же миссии, но уже с участием самого райдера. Так что, скорее всего, это и вправду может быть и Большой Медведь. С неизвестной нам миссией, ну или просто Рокстер Гейм заменили его на райдера. А может быть это вообще сторонняя миссия, которую просто вырезали. Хоть и Большому Медведю уделили капельку времени в сюжете, я более чем уверен, что он должен был быть одним из ключевых персонажей в начале игры. Но мы этого уже никогда не узнали. На этом скриншоте я попрошу вас обратить внимание на лицо главного персонажа СиДжея. Оно явно не имеет никакого сходства с тем, что мы по итогу имеем. На самом деле я могу предположить множество скриншотов, что фейс СиДжея выглядел иначе. Вот только непонятно, почему вдруг разработчики от него отказались. Может быть потому, что оно более миловидное? Не знаю. Здесь также вопрос кастомизации и внешнего вида персонажа. Обратите внимание на то, как ранее было нарисовано жирение Карла. Если сравнивать с тем, что есть в оригинале, здесь явные есть различия. На мой взгляд, раньше это выглядело более омерзительно. Полное погружение и передача того, что с тобой может быть, если ты будешь питаться только фастфудом. Все висит, сиськи висят, жир виднеется, реальная прослойка жира. А что мы видим в оригинале? Подтянутый ровный живот, как будто он просто беременный, никаких висячих сисек. Эта жира также отсутствует. Ну, хотя бы здесь есть логическое объяснение, почему это вырезали. Но это правда омерзительно. Ничего необычного, подумали вы, посмотрев на данный скриншот. На самом же деле, есть в нем своя загадочность и, как по мне, вырезанная возможность. Здесь мы видим одного из членов банды Грув, который стремительно и верно с открытым ртом выходит из туалета. Интересно здесь то, что в оригинальной ГТСа мы не можем с вами изобразить похожую ситуацию. Если нанимать братков, то у них нет возможности с нами следовать в интерьер. Да и в самих забегаловках вы не найдете бандита, который будет обедать там. Этот скриншот скрывает от нас либо неизвестную нам миссию, опять же, возможность, или же дополнительную мелочь. Например, такую, как сходить с братками, пообедать в Клакинг Белл или в Бургершот. Непонятно, но тем не менее, в этом что-то есть. Клакинг Белл. Нет ничего вкуснее, по мнению владельцев этой сети ресторанов, быстрого питания на территории штата Сан-Андрес. Само по себе заведение полно тайных загадок. Да и следующий скриншот не исключение. В оригинальной версии игры позади петушка выключены все комфорки, и все стало быть безопасно. Но на данном скриншоте мы видим большой и пылающий открытый огонь. Согласитесь, если бы это осталось в игре, заходить в Клакинг Белл за курочкой не было бы никакого желания. Да и от самой курочки вряд ли бы что-то осталось. Еще один очень интересный скриншот, на мой взгляд. Здесь мы видим два персонажа, которые что-то замышляют. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что один из них это СиДжей. А что касаемо второго, вот этого парня. Кто он? И что он забыл рядом с СиДжеем? Если вы внимательно смотрите катсцены в игре, то вы должны быть помните этого парня. На одном из миссий в Сан-Фьерро, миссия называется Custom Fast Track, именно этот парень приходит в гараж на встречу с Цезарем Вильпандой и передает ему информацию об автомобиле. И это, к сожалению, единственный раз, когда этот парень встречается нам в игре. Но на скриншоте мы видим совершенно другую картину. Обратите внимание на окружение. Это явно район Кольцо Груфф. К сожалению, мы никогда не узнаем, как Карл и Человек Цезаря оказались в столь странном месте. Возможно, их что-то связывало, может какая-то миссия, но факт остается фактом. Это вырезанный контент, а значит мы никогда не узнаем, что два этих Человека делали в этом месте. Пишите свои комментарии, предположения, что это может быть. Два патруля. И я не буду сейчас говорить о внешнем виде полицейских. Вы и так видите то, что в оригинале все выглядит иначе. Здесь нужно обратить внимание на то, как передвигаются эти полицейские. Очевидно, что это еще одна мелочь в игре, которая должна была остаться. Это просто дорожный мотопатруль. Вы знаете, что в оригинале мы видим только одиночных полицейских на байке. А на скриншоте показан более реалистичный патруль, как это бывает в Штатах. То есть он должен быть парный. В оригинале же все иначе. Лесенка. Визуальная составляющая данного скриншота обалденная. Мы просто видим, как кто-то заморочился над дизайном менюшек. И это только один образец в тату-магазине. Кто знает, возможно уникальный дизайн этих окон присутствовал абсолютно везде. Где подобное может встретиться. Например, в ресторанах питания, в барбершопе или спортивном зале. Но этого уже нет, к сожалению. Просто скин, которого нет в игре. Все мы знаем миссию «Пляж – это жизнь». И данный скриншот полностью из этой миссии. Помимо скинов, которые почему-то вырезали из данной миссии, да и вообще из игры, обратите внимание на то, что находится позади танцующих людей. Все верно. Это же квадроциклы. Я не знаю, возможно это было и случайное событие, которое могло происходить на пляжах Санта-Мария. В какое-то определенное время и дни недели. Или еще одна мини-игра с танцами, но на пляже. Но факт остается фактом. Квадроцикли вырезали, непонятно почему, ведь смотрится более интереснее, чем бедня. Сельскохозяйственные работы. Скорее всего еще одна вырезанная возможность, которая позволяла игроку по-настоящему укунуться в мир обычного фермера. Конечно же в игре остались комбайны и поля. Но что я вижу на этих скриншотах? Какая трава? Сам комбайн. Выглядит многообещающе все это, но к сожалению вы этого больше никогда не увидите. То как это работало и как нужно было с этим взаимодействовать, к сожалению, не видать нам. Посмотрев на эти два скриншота, в голову сразу вспоминается одна из финальных миссий в игре. Ну что уж тут говорить, если есть точно такой же скриншот, но уже с оригинальной игры. Прям в точь-точь. Разница конечно же имеется. Цезарь, например, вообще выглядит иначе. Да что уж тут Цезарь, вы на его братков посмотрите. Пришлось наверное немало переработок взять, чтобы настолько сильно поменять персонажей. Неизвестно почему так было сделано. И напоследок вот вам пак скриншотов. И я хочу, чтобы вы сами написали в комментариях, что здесь вы видите необычного. Даю вам ровно 5 секунд на это. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот так. И особо внимательно уже поняли о чем будет идти речь. Разумеется положение рук главного героя. А точнее, что он ими делает. Самое главное и заметное, что разработчики могли изменить в поведении главного персонажа, так это его походку. Стиль ходьбы, стиль бега, какие-то паркур элементы. Так или иначе, сейчас мы можем наблюдать это только на скриншотах. И в некоторых видео. Старую походку персонажа Карла Джонсона. Если вы хотите знать мое мнение, я считаю, что она более вальяжная, что ли. Какая-то легкая, немного похрамовая, более живая. Гораздо лучше, чем есть в оригинале. Ну, это мое мнение. А на этом у меня все. Надеюсь, вам видео было интересным и мне удалось рассказать вам что-то новое. Если это так, то не забудьте поставить данному ролику лайк, написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А сам был Хик. Спасибо всем за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok